Сочи скорбит по жертвам пожаров Кемерово. Среда 28 марта объявлена днем траура. У сочинцев есть месяц на борьбу с мраморным клопом. Как спасти урожай и зеленый наряд курорта расскажут жителям всех районов. В Сочи задержаны подозреваемые в серии квартирных краж. Сумма ущерба составила почти 1 миллион рублей. Погода не помешала. В Сочи завершился первый этап высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Впервые в нем приняли участие дети. 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Завтра по всей стране будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Впрочем, уже до этого российские регионы начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области. В Сочи сегодня с утра образовался стихийный мемориал. Местом выбрали скульптуру «Чебурашки и Гены» героев советского мультфильма. Она находится на улице Новогинская. Сочинцы посчитали место символичным, ведь в пожаре из 64 погибших 41 – это дети. Сочинцы несли к импровизированному мемориалу цветы, свечи и игрушки. Люди стояли, плакали и просто молчали. Тихо скорбели об утрате, о горе, которое затронуло не только Кемерово, а всю страну. У меня сердце разрывается от боли. Столько погибло детей. Это такое горе для родителей. Это же как не посочувствовать, как не посодействовать. Это очень. Мы скорбим просто очень сильно. Очень жаль, конечно. Очень жаль. Страшные вещи, да. И вот мы уже здесь 10 утра и будем напоздна. Когда из жизни уходят маленькие дети, которые не возвращаются домой, которым еще жить и жить. Это, конечно, очень больно, очень тяжело. У меня родные живут в этом городе. Это общая боль. Разве можно удержаться от того, что произошло? Я хочу здоровья всем, терпения. И дай Бог, чтобы все были здоровы, чтобы не совершалось такого. К такому человеческому горе ни один нормальный человек не может остаться равнодушным. То, что произошло, это очень страшно. И, конечно, сегодня мы все скорбим вместе с родственниками, вместе с родителями, вместе с друзьями погибших людей, детей. И молимся за них. Сочинцы соболезновали жертвам кемеровской трагедии и родственникам погибших. Желали скорейшего выздоровления тем, кто выжил в пожаре, но находится в больницах. Цветы к мемориалу несли весь день, будут нести и завтра. 28 марта в России объявлен днем траура. Ну и в связи с трагедией в Кемерово, в торгово-развлекательных центрах Кубани продолжают проверки пожарной безопасности. В Краснодаре прошло краевое селекторное совещание. Его совместно провели губернатор и прокурор края. В заседании участвовали не только правоохранители, главы городов и районов, но и представители крупных торговых центров краевой столицы. Напомню, накануне Вениамин Кондратьев дал поручение проверить все подобные комплексы в регионе. И продолжаем выпуск. В Сочи начинается борьба с коричневым раморным клопом. Методы, которые помогут справиться с этим опасным вредителем, обсуждали сегодня в администрации города. Провел совещание первый заместитель главы курорта Мугдин Чермит. Впервые коричнево-мраморный клоп был замечен на курорте в 2014 году. В 2017-м насекомое стало карантинным. Сейчас вредитель выходит из спячки. Учитывая, что эта зима была теплой, потери популяции составили не более 30%. В отличие от прошлого года, когда морозы уничтожили до 70% этих насекомых. Для зимовки клопы выбирают сухие помещения, чердаки, хозпостройки, дровяные склады. И именно сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы сократить популяцию этих вредителей. Пока клоп не вышел из мест убежищ, у нас где-то примерно месяц есть. Он будет сохраняться в местах своих зимних убежищ, судя по прогнозу погоды на апрель месяц. Это механический сбор, механическое уничтожение, утопление, раздавливание, утопление в банке с керосином и так далее. Как только клоп выйдет из мест зимовки, здесь только спасет химическая обработка. Только. Да, точечная, да, локальная. Но обработки придется проводить. Для этого используются препараты перитроидной и неоникотиноидной группы. Выбрать их помогут консультанты в любом садовом магазине. Также можно использовать световые и феромонные ловушки, но они не так эффективны. Первые обработки должны пройти в конце апреля, сразу после выхода клопов из зимовки. В первую очередь необходимо уделить внимание плодовым деревьям, особенно ранним – лавровишне, шелковице, мушмуле. Именно эти плоды используют клопы, чтобы восстановить силы после спячки. В конце мая-начале июня начнется обработка фундука и более поздних плодовых культур – яблонь, персика, груши, сливы и алычи. Из середины лета – субтропических культур – это мандарин, хурма и прочее. Опасны коричнево-мраморные клопы и для овощей. Страдают помидоры, болгарский перец, бобовый, кукуруза. Плоды деформируются под кожицей, появляется гниль. Размножается клоп в геометрической прогрессии. Одна самка за сезон может отложить до 300 яиц. При этом происходит две-три кладки. От стадии личинки до взрослой особи проходит 40-50 дней. Для соседней Абхазии коричнево-мраморный клоп стал в настоящем бедствии. В прошлом году было уничтожено до половины урожая фундука и цитрусовых. Мугдин-Чермит поручил создать во всех районах города штабы по борьбе с коричневым раморным клопом. В них войдут руководители сельских поселений, специалисты Россельхознадзора, представители санаторно-курортной отрасли, заповедника и нацпарка, председатели ТОСов, гаражных кооперативов, управляющих компаний. Для жителей подготовлены специальные памятки. Чтобы вы оповестили жильцов, у многих есть дачи, у многих есть загородные дома. Поэтому управляющим компаниям надо проверить чердаки. Они присутствуют в том числе и в городской черте. Поэтому надо обследовать чердаки, щели, закоулки для того, чтобы исключить возможность их нахождения у нас здесь и в городской черте. Штабы уже сформированы. В ближайшие 2-3 дня во всех районах пройдут собрания. Жителям объяснят, как именно бороться с клопом. Первое заседание районного штаба состоялось сегодня в Лазаревском. Галина Моисеева, Телекомпания, ВКТ. В Сочи задержаны подозреваемые в серии квартирных краж. Сумма ущерба составила почти 1 миллион рублей. Следственным отделом Хостинского района возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Установлено, что двое приезжих мужчин 49 и 46 лет причастны к 17 эпизодам квартирных краж в Хостинском и Центральном районах. В квартиры они попадали, выламывая личинку замка. Среди похищенного деньги – ювелирные украшения, бытовая техника, продукты питания и средства личной гигиены. Сумма общего ущерба – почти 1 миллион рублей. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемых и при попытке совершения очередной квартирной кражи задержать их с поличным. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ведется следствие. В городе стартовала социально-патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов». Это оказание бытовой помощи пожилым людям на дому. В ней нуждается 429 ветеранов. Среди них и Антонина Васильевна Никляева. Антонине Васильевне 90-х. Предложенной помощи отнеслась в благодарность. И школьники с родителями покрасили двери и окна. Заказали при помощи членов ТОС новые тюли, шторы. Предстоит навести порядок. На лоджии здесь работы еще много. Вот это вот покрасить. Вот эту стеночку покрасить. Вот ту стеночку всю покрасить. И окно. Ремонт будет сделан и на кухне. Антонина Васильевна показывает, в нескольких местах порвался линолеум. А через несколько минут уже в квартире рабочие приступили к замене покрытия. Конечно, в таком возрасте, признается ветеран, не до больших ремонтов. Силы совсем не те, что тогда в 45-м, когда, будучи 16-летней, вместе с другими 20-ю девушками в составе прачечного комплекса служила в 30-й стрелковой киевско-житомирской краснознаменной дивизии, которая немного не дошла до Праги, и война закончилась. Такие металлические были доски, которые мы стирали. Нам давали на каждый день 50 кольцов, 50 рубашек. Мы должны были постирать 100 штук за день. Это мы стирали. Где рыли такие канавки, ставили ванночки, где можно, где. Ну, в общем, как приходилось, так и стирали. Стирали, потом это белье сушили, варили в котлах, это белье вываривали в котлах, потом это белье сушили, а потом это складывали. Каждый кольцон складывали и рубашечку по 25 штук, по 25 штук, и завязывали, завязывали. Потом приезжали из дивизии и все это забирали. О том, как в Сочи проходит акция «Согреем сердца ветеранов», рассказала мэру Сочи Анатолию Пахому, заместитель главы города Ирина Романец. Задача, которую перед нами вы ставили, это о помощи нашим ветеранам, особенно одиноким, одинокопроживающим, в решении вопроса по ремонту жилых помещений. Да, это одно из самых важных. Да, Анатолий Николаевич, ну вот на сегодняшний день по четырем районам у нас 26 таких заявок уже в работе, вот отрабатываются, уже ремонты идут вовсю, и мы хотим это... Надо самое главное сделать мониторинг, потому что наши ветераны, участники Великой Часовной войны, очень скромные люди, они сами об этом могут и не говорить. А нам надо пройти, увидеть и наметить меры по оказанию помощи в ремонте. Отремонтировать надо, чтобы они действительно жили в хороших, комфортных условиях, которые сами заслужили. Да, Анатолий Николаевич, ну будем, уже вам будем докладывать, и этот список, безусловно, расширится. Кроме ремонтных работ, пообещала Ирина Романец, к 9 мая ветераны Великой Отечественной войны будут обеспечены продуктовыми наборами, а те, кто нуждается в замене бытовой техники, тоже могут рассчитывать на такую помощь. Ну, я желаю удачи в этой работе, потому что она очень важна, и важна она нам сегодня и нашему подрастающему поколению, чтобы... и мы должны провести, конечно, эту работу на самом высоком уровне, привлечения практически каждого ребенка. И, естественно, традиционно провести на самом высочайшем уровне мероприятие в сам праздничный день, 9 мая, 8 мая. В этом году в Сучи пройдет много новых мероприятий в День Победы. Это вальс медсестры, молодежный флешмоб, праздник улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, инсценировка взятия Рейхстага на ступенях Зимнего театра, а также поход в лагерь Холодный, где в годы войны разгорелись ожесточенные бои за перевал Псяшха. Там бойцы 20-й горно-стрелковой дивизии отстояли подступы к Красной Поляне. Елена Авсеевна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Круизы из Сочи в Крым возобновятся в апреле. Лайнер «Князь Владимир» будет курсировать по семидневному маршруту «Сочи-Севастополь-Сочи» с 29 апреля по 7 октября. Также лайнер будет выполнять рейсы «Новороссийск-Севастополь-Сочи-Новороссийск», «Ялта-Севастополь-Сочи-Ялта» и «Севастополь-Сочи-Севастополь». Напомню, в прошлом году круизный лайнер «Князь Владимир» завершил летнюю навигацию с пятитысячным с начала запуска линий пассажирам на борту. Пестрая сорока вновь собрала юных сочинских журналистов. Сегодня стартовал 13-й открытый городской фестиваль детской и юношеской прессы. В этом году он посвящен столетию дополнительного образования. Фестиваль «Пестрая сорока» призван выявить талантливых юных корреспондентов. О своем желании попробовать свои силы заявили более 100 участников из 20 образовательных учреждений Сочи. Ребята напишут материалы по итогам пресс-конференции с известными спортсменами, музыкантами и другими интересными гостями. В программе также конкурсы снимает открытая камера и репортаж с места событий. В этом году организаторы отказались от конкурса газет в пользу новых тенденций. Современная молодежь больше настроена на мобильность, на многоплановость, многожанровость и использование свежих, новых, современных, в конце концов, инструментов журналистики. Так родился конкурс «Мобильная редакция», где у нас абсолютно все, начиная от радио, заканчивая визуальными формами типа листовок. По итогам фестиваля победителям вручат дипломы и памятные призы «Пестрой сороки». Лучшие работы станут известны в четверг. В Сочи завершился первый этап высшего дивизиона Национальной парусной лиги. В регате приняли участие все 26 экипажей дивизиона. За три гоночных дня было дано 32 старта. Очки каждой команды посчитаны по 11 проведенным гонкам. Погода к участникам соревнований была не слишком приветлива. В пятницу ветра было немного. А вторая гонка дня и вовсе продлилась полтора часа, так как пришлось три раза отменять этот старт из-за переменчивости ветра. Весь субботний день шел дождь. И лишь в воскресенье погода наконец-то сжалилась над яхтсменами. Дождь прекратился, ветер был, а градус температуры поднимала борьба. У меня полное ощущение, что ты присутствуешь, ну не знаю, как вот все знают, чемпионат мира футбола будет, да, есть российский чемпионат футбола. Это национальный чемпионат по парусному спорту, где есть возможность и любителя, и у профессионала гоняться в одной лодке. Мы очень рады, что сезон начинается. Мы с нетерпением ждали его. Хочется повторить успех позапрошлого года, когда мы выиграли. Мечта московского клуба «Навигатор» сбылась. Команда в составе Игоря Рытого, Антона Сергеева, Константина Беспутина и Вячеслава Мартынова одержала победу. Серебро у экипажа «Артюб Рус-1» в составе Валерии Коваленко, Александра Башко, Игоря Лисовенко и Дениса Рожкова. Они показали в Сочи отличное выступление, но в одной из воскресных гонок пришли к финишу восьмыми, что подпортило результат. С бронзой Сочи покидает команда «Повелитель паруса Европа». Пожалуй, главное новшество нового сезона – проведение детской регаты. Так на яхтах класса «Оптимист» вышли воспитанники сочинских парусных школ. Победители этого соревнования были объявлены на церемонии награждения. Первое место занял Денис Кайданюк, вторым стал Егор Сердюк, третье место у Виталия Сиязева. Парусный марафон в Сочи продолжат соревнования премьер-дивизиона лиги, которые стартуют уже 29 марта. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.